Существует три таких основных действия, которые сильно включают процесс очищения судьбы и победы над судьбой. Это три действия с телом связанные, это пост, длительное движение и статические упражнения. И одно действие связано с психикой и душой, это молитва. Мы будем говорить в основном об этих четырех действиях, как они работают, очень глубоко изучать практически, как конкретному человеку в это включиться, что ему надо делать. Все будет подробно разбираться, чего не надо делать, так же будем разбираться. Потому что у нас много экспериментаторов, они что-то делают сами, придумывают, потом удивляются, почему у них ничего не получилось. Или получилось не то, что они хотели. Ну то есть примерно так будем работать. Каждое действие будем глубоко изучать из этих четырех, оценивать, пытаться понять, как это все действует и так далее. Ну вот в основном вот этим будем заниматься. А сейчас я буду говорить о введении, в таком более глубоком детальном изучении вопроса. И мы с вами будем погружаться глубже в эту тему. Начнем с того, что каждый человек это прежде всего душа. У нас есть три тела. Есть духовное тело, есть психическое тело, есть физическое тело. Душа сама по себе, она состоит из сознания. То есть в ней есть личностный аспект и аспект сознания. Сознание это то же самое, как энергия или сияние. Ну то есть душа имеет энергию. И эта энергия, она имеет три цвета, три спектра. Энергия души имеет три спектра. И первый спектр называется знание. Вернее первый спектр называется вечность. Первый спектр души называется вечность. или стремление жить желание жить это одно и то же стремление к вечности ну то есть сознание всегда означает стремление ну то есть энергия если человек проявляет энергию какую-то то это значит что он чего-то хочет это связано с желаниями стремлениями желаниями то есть сознание или энергия человека она всегда связана с желанием и вот желание жить это основное желание человека она фундаментальная допустим если спросить кто больше жить хочет женщина или мужчина обычно все отвечают женщины на самом деле жить все хотят одинаково разницы нет просто есть разные способы стремиться к жизни вот женщина она в основном нацелена на то чтобы пассивный способ такой принять день спрятаться за кого-то защититься как-то сделать так чтобы сохранить свою жизнь а мужчина применяет активный способ защиты отличие от женщин ну как бы в каких-то случаях срабатывает активный способ лучше а в каких-то случаях срабатывает пассивный лучший способ практика показывает что женщина в основном живут дольше вот видно мужчины активничают без разума без мозгов часто и совершать какие-то серьезные ошибки в целом желание жить одинаково присутствует у мужчин и женщин это одинаково второй аспект сознания это стремление к счастью стремление к счастью или к любви это одна и та же вещь просто по-разному она функционирует допустим счастье это наше единение самим собой с народой с людьми с различными вот а любовь это не по 1 единение а обмен ну то есть счастье означает что я получаю что то получаются а любовь означает обмен но счастье правильное счастье также означает обмен счастье например есть часы служения но стоит выше чем часть и чем счастье получения любовь это не просто счастье любовь это определенный аспект привязанности определенное чувство ну то есть это если счастье это чувство которое зациклено больше на себе то любовь должна быть по идее это чувство которое зациклено других ну то есть я как бы счастье означает я чувствую что-то сам внутри себя а любовь означает что я хочу что-то по отношению к другому человеку ну то есть любовь означает что я счастье внутри себя содержу а счастье означает что и счастье внутри себя содержала любовь означает что я счастье хочу передать другому ну по идее ну как бы корыстная любовь или или вожделение это когда человек энергию любви то есть желание передать счастье другому начинает эксплуатировать и пытаться использовать для себя это неправильное представление любви она всегда приводит проблему и третья энергия души или сознание души сознание души 3 энергия сознание души или третье желание который человек всегда будет иметь никогда от него не откажется это желание знания так человек хочет знать и знание также означает преодоление или победа знание это не просто книжку читать знание это означает преодолевать что-то побеждать сражаться ну то есть знание это движение сторону счастье и вечность ну то есть знание может быть направлено и на любовь и на вечность ну то есть другими словами знание это такая функция которая поддерживает свои силы внутренней поддерживает и вечность в человеке и любовь мы вот ну как бы это процесс познания то что мы сейчас делаем это процесс познания знание само по себе это не теоретическая вещь сейчас очень сильно современном обществе процесс познания теоретизирован ну то есть даже допустим процесс познания не включается окружающая среда для людей познания означает просто ну компьютер или учебная доска парты то есть они понимают что это только начальный этап процесса познания потому что ну по фактически правильно процесс познания соединять жизни поэтому мы максимально приближаемся пытаемся приблизиться к этому и мы использовали такой очень ну разумный прием как к этому приблизиться то есть мы нашли месяц июнь который является самым лучшим для отдыха фактически ну имеется ввиду отдых горах потому что допустим но большинство людей там допустим ну какие-то жаркие месяцы допустим там август июль август когда море теплое им кажется лучше отдыхать но в горах вот это вот свежий воздух солнце июня очень хороший месяц и очень шикарное просто место вот эта красная поляна шикарнейшее место я не ожидал насколько там красиво и полезно для здоровья то есть я пробегал вверх вниз там вдоль реки бегал вниз вверх вниз по километру километр вверх километр вниз назад возвращался и это ну считается такой бег немножко экстремальный потому что самое лучшее если ты долго бежишь это бежать по ровной местности а там все-таки немножко наклончик небольшой и у меня получился пульс самый лучший в моей истории бега ну то есть до этого был рекорд 132 средний удар в минуту а там получил 131 ну то есть я представляете обязал бежал с нагрузкой 17 километров и у меня получился рекордно лучший пульс я когда с пробежал 17 километров я бы подумал еще бы пятерочку долбанул вот запросто ну решил не перенапрягаться просто пробежался и остановиться вот хотя можно было бы и больше так чувство было такое такое в горах такая вот про нам столько энергии и вот таком месте где много очень энергии мы соберемся вместе с вами и побегаем кучкой кто хочет будет ходить а также пожелаем всем счастья форум туда подключаться еще местные жители сочинские и также те кто отдыхает там на пляже приедут на ретрит чисто на мой ну а все вы все конечно будете получать больше потому что вы будете там вместе жить там будет трехдневная работа проводиться это означает учеба учеба это когда идет очень глубокий обмен это не просто почитал послушал и все то есть учеба означает следующие шаги и там тоже нужно нужен контакт со старшими даже на следующих этапах и контакт с друг другом однозначно поэтому у нас есть клуб благость где люди общаются друг с другом на практике применяют знания ну то есть процесс познания развивается таким образом он перетекает жизнь просто за партой посидеть этого недостаточно потому что нужно еще обмен вот это совместное действие и каждому этапу знания требуется силы энергии вот как соединяется три аскезы которые у нас существуют с этими тремя энергиями души давайте сначала разберем как эти три энергии души превращаются в болезни сначала как они превращаются в доши санскритское слово доши означает что-то ненормальное неправильно и плохое извращенное и доши они связаны с этими тремя энергиями существуют три доши всегда всего дошавата душа пита и душа капха нетрудно догадаться что три энергии сознания души как-то связаны с этими тремя душами или энергиями которые разрушают здоровье и связь это идет через эгоизм ну то есть когда эгоизм человека соединяется с желанием вечности желанием вечности соединяется когда эгоизм то у человека появляется чувство такое желание получить быстрее вечность ну то есть он начинает суетиться он начинает стремиться к вечности неправильно он входит в состоянии суеты начинает жить в будущем в результате энергия праны которая связана с желанием вечности прана ну прана фактически энергия праны на санскрите называется прана но можем можно назвать это энергию которая дает человеку долголетие или жизнь вот прана это основа жизни это фундамент жизни человек прана она течет по психическим каналам нашим у нас есть психические каналы в теле и вот эта прана она поддерживает все функции органов и систем в организме и когда человек неправильно эгоистически настроен по отношению к жизни к этому миру то он желание вечности пытается эксплуатировать ну то есть другими словами он хочет больше чем ему положено вот например человек должен подождать когда у него будет квартира допустим да надо подождать но он не хочет ждать он эксплуатирует желание вечности и в результате он берет ипотеку ну то есть он взял ипотеку это означает что ему теперь надо насильственно и заставлять себя платить два раза больше государству там или кому-то частному лицу для того чтобы жить в более комфортных условиях ну то есть испытывать вечность не так как положено по судьбе а лучше в результате кажется что человек выигрывает от этого всего но на самом деле проигрывает почему потому что он хоть и живет в комфорте внешнем но при этом он постоянно находится в сильном напряжении потому что ему приходится быстро работать больше работать чем положено раз и ему 2 приходится мириться с тем что она дает лишние деньги с этой несправедливости то есть ему он чувствует несправедливость потому что ему надо платить больше, чем вообще положено заплатить за это жилье. Я как пример привел. В результате человек постоянно живет в будущем. Он вроде бы хотел от этой жизни в будущем избавиться. То есть он раз, квартира уже есть, что жить в будущем, живи на светлой стороне теперь. Живи в настоящем, расслабься. А расслабиться не получается, потому что надо больше работать. Не так, как ты работаешь обычно, а больше работать для того, чтобы тебе жить в комфорте или получить то, что ты должен был получить в будущем. Когда человек будущее притягивает, пытается быстрее получить, то или эгоистическое восприятие жизни, то есть он не принимает судьбу, не согласен жить на одну зарплату, не согласен жить как положено, он бунтует, не принимает вечности, энергию вечности, не принимает, не согласен с ней. В результате он попадает под влияние страсти или энергии, которая заставляет его жить в будущем, мечтать, думать о будущем и напрягаться в результате. Потому что когда мечты превращаются в действие, человек живет напряженной жизнью, он хочет достичь раньше времени того, чего ему надо достичь позже. В результате возникает напряжение. Ну то есть что такое Доша Вата? Это напряжение. Доша Вата или искаженная энергия праны. Энергия праны, она сама по себе делает человека сильным, у него увеличивается долголетие, увеличивается концентрация внимания и память, увеличивается сила, рассудительность улучшается и так далее. Он становится очень храбрым, смелым, у него есть способность преодолевать трудности, побеждать судьбу, если он правильно контактирует с энергией вечности или с энергией праны. Но когда он неправильно с этой энергией контактирует, то в результате у него появляется Доша Вата, который напрягает его изнутри. Это напряжение превращается в головные боли. Сначала человек просто чувствует напряжение. Но напряжение превращается в головные боли, в спазмы в кишечнике, в запоры, превращается или в понос, ну чаще всего в запоры. Вот, боли в суставах, боли в позвоночнике, превращается в нарушение сна. На более глубоких стадиях напряжение превращается в нарушение психических функций, а потом дальше в психические заболевания. Ну, то есть человек перестает быть адекватным по факту и теряет вообще свою жизнь. Потому что есть два способа потерять жизнь. Один способ – это разрушить физическое тело и выйти из него. А второй способ – это разрушить психическое тело. И вроде бы ты живешь в теле физическом, но жизни никакой нет. Потому что ты не можешь пользоваться правильно своим психическим телом, потому что оно находится в очень сильном напряжении, и все психические каналы блокированы. Итак, мы возвращаемся назад. Душа имеет сознание. Сознание состоит из трех аспектов. Первый аспект – аспект вечности. Аспект вечности связан с праной, или энергией, которая дает нам жизнь. Прана или жизненная сила. Даже так называется – жизненная сила. То есть энергия праны пронизывает все мироздание. Существует такое понятие мукья прана. Или прана духовная. То есть мукья прана – это энергия, которая приходит из духовного реальности к нам. Из духовной реальности. Она заходит в нашу психику через макушечный психический центр. Вообще у человека существует семь основных таких психических центров. в макушке, в области лба, в области горла, в области сердца, в области солнечного сплетения, в области паха, и в области копчика. Эти семь психических центров, они трансформируют мукья прану, или энергию праны, для нуж нашего организма. Причем интересно знать, что чем ниже энергия прана опускается, тем более грубой она становится. Ну то есть есть, допустим, необходимость для грубого тела. Все необходимости для грубого тела, они трансформируются из нижних чакр, или психических центров, копчиковой и паховой. Необходимость для разума, она как бы из двух верхних психических центров, из макушечного и лобного возникает. Необходимость для функционирования психического тела или ума возникает из горлового и сердечного психического центра. И центр солнечного сплетения, это такой центр, который отвечает за саму энергию, за саму прану, которая распределяется по нашему организму. Ну он отвечает также за пищеварение. Ну то есть прана, она как бы используется для поддержания жизни человека, солнечного сплетения. Вот поэтому сама по себе прана, это очень важный аспект нашей жизни. И если человек живет в будущем, он как бы стоит, допустим, на остановке, вместо того, чтобы желать всем счастья там, ну то есть, понимаете, для того, чтобы жить настоящим, для этого нужно постоянно жертвовать свою жизнь. Вот допустим, если ты стоишь на остановке, желая всем счастья, то ты живешь настоящим и обмениваешься энергией праны с природой. В результате ты восстанавливаешься, отдыхаешь. А если ты ждешь трамвай, вот само ожидание означает, что ты бунтуешь, ты хочешь получить быстрее то, чего еще не положено. Ну то есть, ты поворачиваешь голову в ту сторону, откуда должен прийти трамвай, и притягиваешь его своим взглядом, как будто бы он от этого придет быстрее. На самом деле, это сильно напрягает водителя. Поэтому водители троллейбусов, трамваев, автобусов, это нервная работа, потому что они постоянно чувствуют на себе давление тех, кто их ждет. Ну их постоянно ждут, вот они ездят там 6-7 часов, допустим, на автобусе, и постоянно их ждут. И они такие отшибленные, они становятся морду кирпичом, делают, потому что им очень тяжело вообще общаться, контактировать с теми людьми, которые их ждут. Ну то есть, а люди просто неправильно настроены. Они не понимают, что на самом деле такое поведение никому счастья не приносит, ни им, ни окружающим людям. Человек на остановке должен улыбаться, смотреть в небо, желать всем счастья, и радоваться жизни, зная, что придет время, и трамвай, или троллейбус, или автобус обязательно придет. Вот, даже когда человек имеет четкое расписание, допустим, в метро, он все равно смотрит в сторону поезда, хотя знает, что поезд не придет раньше, чем через 3, допустим, минуты. Это уже полное шизофрения. Ну то есть, 3 минуты ты можешь потратить, желать всем счастья, вообще подумать о чем-то другом, но ты стоишь и тупо смотришь в сторону поезда. Это значит, что ты в это время не просто теряешь 3 минуты, а разрушаешь свое здоровье. Потому что в это время, когда человек что-то ждет в жизни, у него начинает разрушаться прана, которая движется по его организму. То есть, в это время его эгоизм соединяется с праной, чистой праной, энергией здоровья, долголетия, и превращается в напряжение, или в дошу вату. Вот в результате ожидания, понимаете, когда человек ждет. Ну то есть, доша вата, это и есть вот эта проблема, которая возникает в результате неправильного отношения к энергии вечности. Если мы энергию вечности используем неправильно, то в результате появляется напряжение, которое сокращает продолжительность жизни человека. Большинство болезней, которые человек имеет в своей жизни, они все идут от доши ваты, или от напряжения, от того, что человек неправильно относится к энергии вечности. Соответственно, вечности, ты неправильно относишься к вечности, соответственно, будешь сокращать жизнь, то есть, болезни будешь получать в организме. Примерно так. Ну то есть, другими словами, вот люди, они фактически каждый день разрушают себе нормальный природный, естественный контакт с энергией праны. И это разрушение имеет две стороны медали, два аспекта. Один аспект, это называется суетиться, а в другой аспект называется не терпеть. Это примерно одно и то же, но по-разному как бы человек его функционирует. Когда человек суетится, он копит динамическое напряжение в себе. И побеждается динамическое упражнение динамикой. Динамика не означает суета очередная. Динамика означает, что ты идешь или бежишь, радуешь жизни. Ты радуешься, ты не хочешь быстрее пробежать, ты не суетишься. Ты радуешься жизни. В это время нужно принять бег или ходьбу как великое благо, радоваться природе, всем желать счастья в это время. И тогда энергия праны будет заходить в организм. Если ты бежишь с целью быстрее пробежать, увеличиваешь рекорды, то ты тогда разрушаешь свою прану. Больше того, современная культура, она вообще полностью дубовая с точки зрения бега, допустим, или ходьбы. Потому что люди вместо того, чтобы бегать и ходить по часовой стрелке, движение по часовой стрелке, оно улучшает движение праны в организме. Они еще тупо бегают против часовой стрелки. Если вы придете на стадион, вы не объясните людям, что надо бегать по часовой стрелке, потому что они считают, что правильно бегать против. То есть против часовой стрелки, когда человек бежит, он прану естественным образом напрягает у себя в организме. А когда он идет по часовой стрелке или бежит, то расслабляет прану. Таким образом, люди совсем отупели. Они не понимают даже, как правильно делать все для того, чтобы восстанавливать свое здоровье. То есть они делают все наоборот фактически. Итак, смотрите, для того, чтобы дошу вату убрать или восстановить правильное движение энергии праны в своем организме, нужно совершить два действия. Одно действие убирает суету или динамическое напряжение в теле, которое возникает в результате суеты. Это действие называется ходьба или бед. Это, в принципе, одинаково, одно и то же действие, но разница есть. Она колоссальна между ходьбой и бегом. Но, понимаете, отдыхать на Красной Поляне или отдыхать, допустим, в Москве, под Москвой, это тоже отдых. И там, и там отдых, но разница колоссальна. Это примерно то же самое, что ходьба и бег. Бег – это означает отдых на Красной Поляне, то есть это шикарняк полный. А ходьба – это отпуск под Москвой. Но не все люди могут себе позволить на Красную Поляну. Поэтому хотя бы под Москву съездить и отдохнуть хотя бы на один день. Это тоже хорошо. Поэтому человек начинает с ходьбы всегда. А потом, когда появляется возможность у организма, об этом мы будем подробно вообще с вами изучать, когда возможность у организма появляется, тогда он переходит на бег. Аккуратненько тоже. Это очень важно, вот эти вещи понимать. Вот теперь, что такое статическое напряжение. Когда человек не может терпеть. Вот одно дело, мы, допустим, суетимся, бежим куда-то. Это тоже нетерпение. Невозможность принять жизнь. Иди спокойно, радуйся жизни. Если даже беги, то радуйся тоже жизни. Бег не означает суета. Бег означает радость. Некоторые люди торопятся бегут, а некоторые счастливо так бегут. И при этом скорость одинаковая. Это просто зависит от настроения. Но те, которые торопятся бегут, они меньше пробегут. И у них бег может закончиться печально. Вот, допустим, люди-спринтеры, когда бегут на долгие дистанции. Есть радостные бегуны, которые просто выбирают себе ритм хороший, быстрый. И бегут радостно, наслаждаются природой. А есть бегуны, которые хотят обогнать. Вот те, которые хотят обогнать, они быстрее выдыхаются. И часто печально заканчивается всё. То есть они обогнали всех, а потом их аккуратненько все остальные обгоняют. Где-то перед финишем. И они остаются в дураках. Потому что они суетились, они не наполнялись энергией во время бега. А наоборот расходовались. Вот. Суета – это одно, а есть ещё нетерпение. Когда человеку бежать, в принципе, никуда не надо. Но он чего-то хочет, чего ногами не достичь. Ну, допустим, он хочет, чтобы девушка в него влюбилась, допустим, или работу себе найти. Он нетерпелив, он не может дождаться спокойно относиться к судьбе. И это вызывает статическое напряжение уже. Статическое напряжение также возникает от неправильного, неподвижного положения тела. Когда человек сидит и думает неправильно, он хочет быстрее сделать и больше, чем положено ему по судьбе. Он неправильно концентрируется. В результате такого сидения или работы за компьютером также нарастает статическое напряжение. Статическое напряжение побеждается статическими упражнениями. Вот я сегодня делал йогу, такой комплекс. Ну, как бы я называю это йогой, но это на самом деле не йога. Это статическая гимнастика, потому что йога обычно сейчас, йогу извратили, то есть йога это йога ингары, там, когда по 2 минуты каждое упражнение делаешь. Это в основном на гибкость и на бодрость делается. Имейте в виду, я не против этих упражнений. Я просто говорю себе сейчас о том, что они неэффективны с точки зрения долголетия или побед над судьбой, что одно и то же. А я делаю упражнения каждые по 20-30 минут. То есть я делаю очень долго каждое упражнение с целью убрать статическое напряжение из тела. То есть у меня тоже все это накапливается. То есть я тоже не свободен от суеты. Я не свободен от неправильного использования энергии праны. Я несовершенный человек. У меня есть в жизни суета, поэтому копится вот эта энергия. Ее надо с помощью аскезы убирать из организма. То есть мы что сегодня узнали? Мы узнали, что существует определенный вид действий, которые гармонизируют человека с энергией времени. То есть прана и другие типы энергии, еще два типа энергии других, которые мы тоже будем разбирать, они текут во времени и в пространстве в определенном ритме. Само слово ритм, оно на санскрите звучит примерно так же, или рита. Что такое рита? Это вселенский ритм, в котором течет прана. Если мы совпадаем с этим вселенским ритмом, то мы очень долго живем, несчастливо, никаких дождь или неправильного движения энергии в организме не возникает. Это так было в предыдущей эпохе, миллионы лет назад, когда люди жили в состоянии эгоизма, у них в психике было гораздо меньше. Они жили в состоянии гармонии с природой и друг с другом. Они жили колоссально больше, чем мы. То есть в предыдущую эпоху люди жили тысячу лет, а до этого эпоху они жили 10 тысяч лет, а в самую первую эпоху, золотой век, они жили 100 тысяч лет. То есть для нас такие цифры абсолютно непонятны и необъяснимы. Мы даже представить себе не можем, что такое может быть в принципе. Но из библейских сказаний мы знаем, что, допустим, Ной жил там уже, сколько я не знаю, 800 лет. Ну то есть уже как бы другие цифры. То есть мы знаем, что там несколько тысяч лет назад, грубо говоря, люди уже еще жили совсем другие цифры лет, чем мы. Вот, допустим, и в Махапкарте говорится, что Кришна жил 150 лет, ну и Пандавы тоже так же примерно. А дед Пхишма, который раньше их родился, жил 240 или 250 лет. Что-то такое. Ну то есть, понимаете, сокращение продолжительности жизни в нашу эпоху идет очень стремительно. Но причина — неправильное мышление, неправильный образ жизни. И мы сейчас с вами изучаем вот эти вещи, которые могут привести к нормальному восприятию мира, к правильному поведению, к правильной жизни. Итак, мы знаем теперь, что есть энергия вечности в нас, в сознании. Она связана с праной. Вот во времени, что такая энергия прана? Это энергия вечности Вселенной. Такая энергия прана течет. И мы, соединяясь с этой энергией праной, можем долго жить. Но мы, к сожалению, соединяемся с ней неправильно. Мы входим в суету и беспокойство. В результате у нас копится от суеты динамическое напряжение, от беспокойства статическое напряжение. Динамическое напряжение мы убираем. Или, другими словами, побеждаем неправильный контакт с энергией и времени. Мы не время побеждаем, а свой неправильный контакт с энергией и времени побеждаем аскезами. И вот движение длительное и прерывное – это такая аскеза, которая убирает статическое напряжение у человека. И вторая аскеза, которая убирает динамическое напряжение. А и вторая аскеза, которая убирает статическое напряжение – это неподвижное положение тела, которое тоже надо совершать в состоянии глубокого удовлетворения. Не надо ждать, когда упражнение закончится. Надо в это время молиться. Если ходьба или бег сочетается с слушанием лекций или слушанием духовной музыки, то именно слушание духовной музыки и лекций дает возможность идти или бежать правильно, а также доброжелательное отношение к природе и к людям. А молитва дает возможность правильно не двигаться. То есть молитва означает не торопиться во время молитвы. Кстати, дошавата может возникнуть также во время суеты, во время молитвы, когда человек спешит прочитать молитву или хочет больше молитв, чем ему положено по судьбе, прочитать в единицу времени. В результате у него тоже головняк, головная боль и напряжение, и психика выходят из равновесия от такого отношения к молитве. Правильно читать молитву спокойно, чистым, радостным, спокойным сердцем, без напряжения, без сильного увеличения скорости и без увеличения, таким образом, статического напряжения внутри себя. Следующий аспект, который мы должны с вами сегодня изучить, это аспект сознания, который называется желание знания. Желание знания или стремление к знанию. Стремление к знанию выражается в виде сияния такого. Фактически даже солнечный свет – это энергия знания. Это сияние или день, сравнивают день и ночь. Ночь означает невежество или темнота, ничего не понятно. А день означает свет, сияние. Допустим, есть такая наука, которая изучает жизнь саму. Называется астрология. Сейчас она извращена современными представлениями об этом. Но на самом деле эта наука очень древняя и серьёзная. И она изучает, она называется джотиш. Джотиш с санскрита переводится свет или знание, энергия знания. Энергия знания или сияния, или света – это одно и то же. Когда человек наполнен знанием, то он излучает сияние. Из него исходит свет из этого человека. Джотиш. Такой свет, который приносит счастье. И вечность. То есть знание даёт одновременно и счастье увеличивает у человека, и долголетие увеличивает, энергия знания. Когда человек извращает процесс познания, то у него копится вот эта энергия жара, энергия света или знания превращается у человека в душу питу. То есть его эгоизм соединяется с энергией знания. В результате человек хочет быстрее и больше получить знания в единицу времени. Или начинает гордиться своим знанием и раздражается. Использует знания неправильно. Когда человек гордится своим знанием и он заставляет насильственно людей принять его знания, или скандалит с ними, или считает себя лучше других, или своё понимание вещей лучше других, то у него вырабатывается определённый тип огня в организме, который называется доша пита. То есть когда человек скандалит, что значит скандалит? Это значит, что он не может принимать чужое знание. Он не смиренно относится к чужому знанию. Его познание мира рождает гордость. То есть он хочет, чтобы всё было так, как он хочет. Он не принимает познание другого человека. Он не согласен с теми людьми, кто знает хуже или меньше. Это всё равно, что я сейчас буду на вас кричать, потому что вы не понимаете того, что я хочу объяснить вам. То есть я вас не воспринимаю как хороших людей, потому что вы не разбираетесь с той теми. Вот я, понимаете, я всё это знаю. Вот то, что я сейчас рассказываю, всё это знаю. А вы ничего этого не знаете. Понимаете, у меня глаза краснеют в результате. Я такой становлюсь напряжённый, красный как рак. То есть мне очень трудно вообще с этим согласиться. Но что такое вообще? Вы неправильно слушаете мои лекции. Видите, я уже покраснел. Это называется Доша Пита. Ну и так люди, допустим, в семейной жизни. Женщина ругается на мужчину за то, что он не понимает женского знания. Вообще ничего не соображает в этом. Как отношения строить, как общаться. Чистота, бардак постоянно дома. Он не понимает, что надо заботиться о женщине, приносить ей много денег, сколько она хочет. Он не понимает, как правильно относиться к детям. Вообще ничего не соображает в этом. Не любит их фактически. Не соображает, как себя вести надо в обществе. Что не надо улыбаться чужим женщинам вообще. Нужно вести себя скромно. И так далее. Она постоянно его пилит, пилит в этом плане. Почему? Потому что она гордится своим знанием. То есть она не понимает, как передается знание. Что с помощью любви знание передается. Доброта — это мать правдивости. То есть правда означает ощущение знания. Вот это ощущение знания называется правдой. Когда человек свое ощущение знания извращает, он не понимает, что его правда — это относительная правда. Настоящая правда заключается в добросердечии. И настоящая вера также называется добросердечии. Одного великого царя святого спросили, что ты считаешь самой истинной и правильной верой? Он сказал, правильная и истинная вера — это все веры, которые наполнены добросердечием. Когда человек верит в Бога, и у него в сердце доброта, тогда у него правильная вера. А если он осуждает других людей, не принимает их восприятие мира, их постижение истины, их понимание Бога не принимает, осуждает, то тогда это не является истинной верой или правдой, настоящей не является. Итак, обидчивость, гневливость, раздражительность, гордость собой, что тоже превращается в раздражительность и обидчивость. Гордость — это фактически неправильное усвоение энергии знания. Энергия знания должна усваиваться очень смиренно. Все происходит по милости старших. Я сам ничего не соображаю. Все знает только старший, только Бог все знает. По его милости, по милости наставников и старших, я получаю знания. В результате я становлюсь счастливым. Когда человек получает знания правильно, смиренно, он становится счастливым, он не раздражается. Его жизнь становится наполненной, а не пустой. Когда человек неправильно получает знания, то он страдает. Но при правильном получении знания страдание проходит. Продолжение следует...